здравствуйте с вами информационно-аналитический сайт альтернатива и я его главный редактор андрей ваша у идеи есть одно важное свойство они притягивают человеческие души причем какая идея такая и душа на нектар летят пчелы на дерьмо мухи так как лицо зеркало человеческой души то по лицу можно понять нектар ее идея или дерьмо 14 октября киеве в очередной раз праздновали великий праздник украинских нацистов день создания упа мы не поленились отснять это мероприятие дабы показать его во всей красе причем покажем мы вам это свято изнутри покажем то что украинский зомбоящих никогда не покажет сегодня мы будем просто демонстрировать лица украинских нацистов без ретуши и даже с определенным порнографическим натурализмом по лицам мы сможем судить об их идеях вот они лики украинского нацизма жлобская харя слева настолько раскормлена что готова луснуть в любое мгновение взгляд тупой как у быка не менее колоритивный лик справа все как полагается вулса ниже подбородка и стеклянные глаза дигматизированного осла это типичные неувидающие образы вот еще не менее яркий представитель украинского национализма что означает его наряд сказать трудно очевидно это истинно украинская экипировка символизирующая его патриотизм сразу вспоминается фильм свадьба в малиновке все при нем и папаха и очки и флажок и пистоль и нагайка и котик со стразиками образ гипертрофированный но отражающий внутреннюю сущность украинских националистов но это архетипический образ украинского патриота словетный герой дремлет с шаблюкой я так понимаю что это розовый петлюровец впрочем среди украинских националистов можно увидеть и более ярких персонажей вот к примеру еще один фрик пришедший послушать своих вождей переводить поток его сознание на русский не будем его лицо и общий вид сами за себя говорят при этом обратите внимание на людей которые проходят с влагами на заднем плане несложно понять что вся эта публика психически не совсем нормальная но чем по своей сути от них отличается все остальное камуфляжно-бритоголовая толпа с флагами в бандеровках и с нацистской символикой подобное тянется к подобному сумасшедшие идут туда где им хорошо и комфортно где их психические отклонения сливаются в общий стандарт на таких мероприятиях они отдыхают от мира психически здоровых людей чем к примеру показанные нами фрики отличается вот от этих расфуфыренных клоунов ряженый по малобюджетному варианту дед на форму советского офицера он нацепил три зубы и юбилейные висюльки упа которые ему могли вручить только такие же как он сам клоуны дешево сердито и ярко свидетельствует о доминирующем тренде в массовом сознании старых умалишенных маразматиков такое же чучело старый дурень судя по всему смог найти гроши на пошив мундира аля упа с блестящими висюльками и даже не поскупился ради свято приобрести в магазине бутафорский короткоствольные mp38 тут он красуется в эпицентре всеобщего внимания рядом с таким же престарелым фриком у собравшихся эти ряженые клоуны не вызывают улыбку они воспринимаются ими серьезно как необходимый правильный символический антураж я не просто украшают собой свято они изрекают сакральные для каждого украинского нациста мысли вот эти старые орлики натолкают пламенную речь про ненависть борьбу и врагов нации которые должны умереть собравшийся публика слушает сказанное ими как истину но чем эти ораторы отличаются от показанных ранее сумасшедших фликов абсолютно ничем у них у всех в голове одно и то же а это значит что и вся остальная публика такая же нездоровая на голову как я уже сказал подобное тянется к подобным это авангард украинской нации эти люди хотят исправить и счастливить страну но похожи ли они на счастливых людей могут ли несчастные кого-то сделать счастливыми их вид нагоняет дикую тоску такое ощущение что мы на сельских похоронах впрочем так она есть все массовые мероприятия украинских националистов чем-то напоминают поминки похороны или ритуал подготовки к смерти посмотрите на их унылые скорбные лица них победила два майдана а они в трагическом ступоре готовы рыдать с таким видом стоят только на похоронах эти люди хоронят страну и самих себя уже 25 лет а вот молодые фрики у них весь антураж примерно такой же как у предыдущих персонажей и лица и прически и флаги и фуражка особенно фуражка точнее значок на ней это перевернутый волчий крюк вольф сангель знаете что он символизирует наверное кто-то подумал что эмблема украинского полка мвд азов да но только азов этот символ заимствовал своих идейных предшественников которые 78 лет назад давили гусеницами своих танков европу этот символ использовался в войсках сс третьего рейха в частности волчий крюк был эмблемой второй танковой дивизии сс даст рай но а теперь он широко используется украинскими патриотами именно туда к третьему рейху устремлены их мечты хотя при этом они яростно отрицают то что являются нацистами и что их идеал сс и национал социалистической рабочей партии германии вождем который был адольт гитлер на украине боль сангель стал эмблемой социал национальной партии украины но украинские социал националисты стали теперь менее откровенными называют свою партию свобода это и голубые флаги с трехпалой клешней мы видим на всех националистических мероприятий они гармонично соседствуют с волчьим крюком впрочем не только азов и свобода но и все националистическое движение украины в целом использует этот символ войск ваффен сс третьего рейха особенно его любят во львове жители которого гордятся тем что одна из нацистских дивизий сс была украинской и воевала на стороне адольфа гитлера так сейчас на украине чествуют и прославляют 14 гренадерскую дивизию сс галиция входившую в состав войск ваффен сс третьего рейха украинских ссовцев на украине принято обождествлять причем не только в националистической среде но и на государственном уровне лишь очень наивные люди или те кому это выгодно не хотят видеть очевидного украинского неонацизма идеологические корни которого прорастают из нацистской германии в ремонт адольфа гитлера в целом украинский неонацизм пошлое нелепая сельская пародия на германский нацизм прошлого века сейчас украинские неонацисты мальчики по вызову у олигархов причем олигархов не имеющих никакого отношения к так называемой украинской нации парадокс украинские неонацисты обслуживают богатейших людей страны и нынешнюю власть выполняя за деньги самую грязную и кровавую работу они как псы охраняют инородных и иностранных угнетателей собственного народа то что власть не может сделать в рамках закона не делают банды украинских неонацистов их вожди не стесняются своей продажности точно так же как они не стесняются заниматься банальным грабежом своих сограждан их прибыль основана на предательстве насилие и убийство но украинских нацистов роль олигархических проституток не совсем устраивает они мечтают о власти и ждут удобного момента взять ее в свои руки ситуация на украине этому способствует и не надо смотреть на то что они сумасшедшие клоу нет ничего страшнее сумасшедших клоунов власть на сегодня у меня все